И очень опасный Тришин. Юнько бросал по воротам, он остался вместо Венчарова и Долгуинч не попал по шайбе. Тришин. А сейчас Спартак делает то, что автомобилист чуть раньше делал и забивает. 1-0 и это Казумс. Красно-белый Спартак выходит вперёд. Ну, почти не то же самое, я просто говорил, поскольку тогда автомобилиста долго держал почти 3 минуты в зоне атаки, но не бросал поворотом. Что сделал сейчас Спартак? Он просто бросил поворотом, арбитры замечаются. Будет ли просмотр или нет. Был, а так Юньков ударил по шлему Коваржа. Вот тот самый момент, когда Датюк против Юнькова, два центральных подальщика, играли. Тут ещё непонятно, в кого шайба-то попала. Карсумс, а так лучший бомбардир на данный момент. Алексей Гришин бросил по воротам. Если шайба будет защитной, она, скорее всего, будет защитной. Это первые набраны очки Алексея Гришина в КХЛ. Внимание! После консультации было определено. Ипоследственно перед взятием ворот фаса рукой не было. Это хороший гол. Сейчас такое, видишь, у арбитров такие моменты славы появились, да? Как-то затихая вся арена. Сколько сегодня? 7-8 тысяч, наверное. Грубовая тишина. И вот здесь он. И любую спецку надоедать. Акриолета. Да, да. Думаю, что все отрадовали. Они услышали стартовую песню. Ну, понятно было, что фаса рукой не было. Может быть, еще какой-то? Очень верно. Почему так долго? Смотрим. Много подпунктов. Вот раньше, по крайней мере, там было. Много пунктов, подпунктов. Думаю, может быть, еще что-то. Мы не знаем, по крайней мере. Но молодцы арбитры. Все разжевали, как говорится, объяснили и показали. Продолжение следует.